Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала Доктор Соколинский. Сегодня я расскажу вам об укусе клеща, ну, естественно, о последствиях укуса клеща и барелиозе. Ну, так получилось, что меня как раз укусил клещ. На днях и развелись явные признаки этого заболевания, барелиоз или болезнь лайма. Ну, и поскольку я не собираюсь, конечно же, страдать от него всю жизнь, то поэтому, понимая необходимые меры, ну, и вспомнил, на самом деле, историю медицины. Многие доктора, наблюдая за своими симптомами, делали какие-то полезные открытия. И, в общем-то, я вам не обещаю, конечно, полезных открытий, но полезные лайфхаки точно будут. Потому что не все так просто с этой болезненькой, а она на самом деле серьезная. То есть, с барелиозом, как сапер, ошибаются один раз. Все случаи, которые я знаю, когда у человека были какие-то хронические формы, и он потом мучился всю жизнь, и либо это были какие-то трагические исходы, все это было связано с наплевательским отношением на начальной стадии. Это видео будет очень полезно тем, кто имеет свой садовый участок и регулярно работает там, где есть какие-то пустыни, стыжет высокую траву. Те, кто любит ходить в лес, за что гайка таить, вероятность встретиться с клещиком каким-то в лесу или на участке, она достаточно высока. За жизнь всякое случается, практически у каждого. И вот здесь нужно понимать, что заболевания, которые вызывают клещи, если они заражены какой-то инфекцией, относятся к двум большим группам. О клещевом энцефалите я сегодня говорить не буду, потому что там существует вакцинация в виде профилактики. Я буду говорить о барелиозе, конкретно о том, с чем столкнулся и где мне не хватило информации от официального доктора, к которому я, естественно, обратился. И вам тоже может не хватать, поэтому восполню этот пробел и постараюсь быть полезным. Если вас не кусал клещ, это не значит, что не нужно смотреть это видео, потому что, как я уже сказал, здесь очень важно совершать правильные действия буквально в первые часы и в первые дни. Поэтому посмотрите внимательно, один раз пройдите такой курс молодого бойца онлайн с помощью моего видео о барелиозе и живите спокойно, отдыхайте с удовольствием на своем участке, в лесу, не боясь того, что вот этот укус клеща, который мог бы теоретически состояться, просто перечеркнет ваши планы на длительное время. Итак, о барелиозе. Что это за состояние, как его распознать вовремя? Если вы после укуса клеща видите на коже, как правило, это какие-то такие места ближе к паху, очень любят кусать, на шее, там, где нежная кожа и легко клещу присосаться. Если вы там обнаружили вот такое образование круговое с наружным розовым или красным кругом, с внутренним пятнышком розовым или похожим на синячок и между ними белая кожа, то это называется мигрирующей эритемой. На самом деле, с точки зрения учебника по инфекционным болезням, по паразитозам, это полноценный симптом, который показывает большую вероятность развития человека барелиоза. Только на основании вот этого симптома, внешнего абсолютно, то есть ничего не болит, никакой температуры нет, никаких других проявлений нет, ставится диагноз мигрирующая эритема и назначаются антибиотики. Вот в этом главный подвох барелиоза. То есть, начинать лечение нужно тогда, когда на самом деле подтвердить полностью диагноз еще нельзя. с помощью каких-то анализов. Это очень всех удивляет. Я просто тестировал вот это знание, скажем так, на своих знакомых, родственниках. Все ожидали, что я должен был пойти к врачу, сдать какой-то анализ, он покажет, есть ли у меня барелиоз, и тогда будет лечение. Так вот, нет, лечение начинается во всем мире серьезным продолжительным курсом антибиотиков только на основании симптома мигрирующей эритемы. Почему? Потому что это первая, так называемая, нераспространенная стадия. Тогда, когда через несколько недель, не дай бог, разовьется сильнейшая головная боль, температура, признаки такого гриппоподобного состояния в наиболее тяжелых вариандах менингит, как вы понимаете, уже лечение гораздо менее эффективно, чем если справились вначале. Так вот, лайфхак номер один. Если вы все-таки увидели клеща, который присосался, и его сами лично удаляли, пожалуйста, его не выкидывайте, положите его в баночку, и пускай он там у вас побудет недельку-две. Если за это время у вас не проявилось никаких признаков заболевания, вам решать, то есть, можно, конечно, бояться клещевого энцефалита, можно просто его в любом случае отнести на анализ, но как минимум, если вы знаете, например, что у вас есть прививка от клещевого энцефалита, и вы кидываете клеща, а потом вдруг появляется вот такой симптом на коже, как эритем. Если бы у вас был клещ, можно было бы провести анализ того, является ли он барелиозным, и уже на основании этого вы бы принимали или не принимали антибиотики. А так вам их надо принимать в 100% случаев. Поэтому сохранить клеща – это лайфхак номер один. По международным критериям, на основании симптома этой круговой эритемы ставится диагноз «мигрирующая эритема», то есть это еще не болезнь лайма 100%. Если есть и клещ, и «мигрирующая эритема», и клещ барелиозный, сразу ставится диагноз «болезнь лайма», и там более глубокое, более серьезное лечение. Те, кто живет за границей, конечно, нужно еще очень серьезно к этому подходить, потому что у многих страховых компаний диагноз «хронический барелиоз» является основанием для полнейшего отказа от такой простой обычной страховки. Поэтому нужно никаким образом, конечно, не допустить, чтобы развелась хроническая форма. Итак, что делаем? Идем к врачу. И здесь, казалось бы, умный доктор должен назначить правильное лечение, и все будет хорошо. То есть антибиотики, конечно, назначаются везде. Но вот, и даже список антибиотиков примерно одинаковый. Я сейчас перечислю не для того, чтобы вы занимались самолечением, а для того, чтобы вы просто понимали, что вас ждет. Сейчас объясню, почему это важно. Обычно назначают доксициклин, азитромицин или апицелин. В моем случае был доксициклин. Так вот, по одному и тому же лекарству в разных странах совершенно различные дозировки и продолжительность профилактического заметия. Прием. Если в Чехии мне посоветовали 200 мг один раз в день в течение 14 дней, то, например, в Беларуси было бы 200 мг сначала первой той дня два раза в день, то есть всего 400. Это в два раза больше дозы на минуточку очень серьезного препарата. А потом еще от 10 до 14 дней. По европейским стандартам есть такой протокол лечения барелиоза НИС-2018. Это согласованное такое общее между инфекционистами. Так вот, там поем 21 день. Есть источники, где пишут, что экстренная профилактика 5 дней. То есть, короче говоря, полный хаос на самом деле вот в этих рекомендациях. Чтобы вы понимали, почему это так важно. Ну, потому что на минуточку 10 дней антибиотика до ксициклин. Это просто практически гарантированная диарея, сбой пищеварения. Если у вас, конечно, есть хронический гастроит или панкреатит, или что-то не так с печенью, то тут могут быть еще больше сюрпризов. Но 21 день или двойная доза, то есть, 2 раза по 200, тут, ребята, уже нужно заниматься профилактикой обязательной поражения слизистой кишечника. То есть, здесь запросто может присоединиться к лостриде. Если вы перед этим еще несколько раз принимали антибиотики, если вы были недавно в стационаре, не дай бог, или вы, если сейчас по какому-то другому поводу после этого клеща попали в стационар, там риск развития инфекции с кластридиями высочерный. И это очень опасная штука. Поэтому в моем случае, естественно, я знал, что я буду принимать пробиотики. И лайфхак номер 2. Нужно понимать, какой у вас курс, какая продолжительность поема курса антибиотиков. Потому что от этого будет зависеть, как вы должны поддерживать свою микрофлору, насколько интенсивно, чтобы не допустить серьезных побочных действий. Какие пробиотики использовал я? Я перестраховался. Помимо того, что, напоминаю, курс 14 дней назначен по 200 мг. Помимо того, что я использовал обычные свои балансы и банс пробиотик вместе с цинком, который модулирует еще иммунитет. И там сами по себе штаммы противовоспалительными свойствами многие обладают. Но, естественно, они мешают поднять голову условно-патогенной микрофлории, помогают сохраниться нормальной микрофлории, чтобы она потом быстро восстановилась. Но я подстраховался, еще купил в аптеке сакрамицеты булардии, чтобы ни в коем случае не развелись к лостоиде. Ну, потому что жарко, на самом деле. Мы сейчас, еще пока, в тот момент, когда я снимаю это видео, еще порядка 30 градусов на улице. И я никогда не принимаю антибиотики. То есть, для меня это было за жизнь третий раз. И здесь лайфхак номер три. Вот сейчас, август, когда я снимаю видео, идет успенский пост. И, естественно, я ем очень много углеводов. И вам нужно обязательно скорректировать не только микрофлору с помощью приема пробиотиков, одновременно, еще раз повторюсь, одновременно с приемом антибиотика. Это очень важно. Не после, а одновременно. Но еще скорректировать диету. Потому что вы должны убрать все сладкое, молоко, мучное. По максимуму убрать цельнозерновой хлеб, белый заменить на ржаной. Ну, соответственно, не надо есть очень много картошки, не надо налегать на фрукты, чтобы поддержать организм, как бы, чтобы иммунитет был хороший. В данном случае это сработает все в минус. И надо вам сказать, что, конечно же, супергевропейский доктор даже мяу не сказал в направлении необходимости поддержки микрофлоры. Что еще раз доказывает, что в большинстве случаев нужно смотреть немножечко специалистов в области нотарицологии, нотерапатии, поислушиваться в то, что ваш доктор просто может банально про это забыть. Еще один момент. Тот же самый чудо-доктор не спросил меня вообще о том, как я себя чувствую. Может, у меня печень отваливается или эрозимные какие-то процессы в желудке. То есть, его это не особо волновало. Но, начиная понимать антибиотики, я, конечно же, все равно почувствовал, что что-то как-то в желудку не очень. Поэтому, если возникает иногда мысль такая, давайте поддержим. То есть, например, ту же печень в процессе курса поема антибиотиков. Я подошел к этому как вице-президент Европейской Академии доказательной нотерапатии, понимая, что натуральные средства, хоть они и не лекарства, но, тем не менее, у них есть какое-то выраженное действие. И вот, значит, что важно. Все знают, что нельзя алкоголь с антибиотиками. Но мало кто задумывается, почему. Вот я вам сейчас на примере алкоголя объясню, почему нельзя с любыми просто натуральными средствами, травками, сорбентами и так далее, принимать вместе антибиотики для того, чтобы как бы в этот момент было меньше побочных эффектов. К сожалению, нужно очень внимательно подходить к сочетанию. Кстати, у того же доксициклина даже с кальцием нельзя сочетание. Поэтому строго запрещено его комбинировать по времени приема с молочными продуктами. Вот так. А вот про все остальное меня никто не спрашивал, какие лекарства я принимаю. Ну, никакие, да, поскольку я натуропат. Нет необходимости. Но, а если бы я принимал, как они будут взаимодействовать? Вот, например, у меня была идея использовать куркумин или использовать транспейку из нашей европейской системы для того, чтобы поддерживать слизистую, не испортить себе желудок, кишечник, поддержать печень, подавить активность патогенной микрофлоры. Вроде бы идея хорошая. Но, например, берберин, который выходит в состав транспейку, или сам по себе куркумин. Открываем научные исследования. Что мы там видим? Мы видим, что они активируют цитокром P450. То есть, другими словами, детоксикация в печени начинает идти гораздо быстрее. Это подтверждено научно. И, соответственно, действие антибиотика может быть снижено. Мне это не нужно. Мне нужно, чтобы антибиотик мне помог справиться с боррелиозом. Почему алкоголь нельзя? Что он делает? Ну, это яд. Он напрягает печень. То есть, если мы одновременно даем какие-то серьезные лекарства или алкоголь с антибиотиками, то у вас получается двойной удар по печени. То есть, вы ее подвергаете риску. Гепатоциты могут этого не выдержать. Результатом этого может стать лекарственный гепатит. Не дай бог. И, в общем-то, потом будете долго им заниматься. Как часто это все бывает? Посмотрите, пожалуйста, у меня есть видео о восстановлении печени после антибиотиков. Там ссылки на исследование. Вот, посмотрите это видео. Ссылочка сейчас наверху, над моей головой, прямо на экране. Таким образом, фактически, кроме пробиотика, по-хорошему, вместе с антибиотиком, лайфхак номер 4, понимать ничего нельзя. Если вы пьете какие-то лекарства, то, и посмотрите, пожалуйста, в их инструкцию, если вы видите, что там метаболизирование идет через с участием цитохрома по 450, ну, или просто, например, больше, чем на 50% выводится печень, это лекарство, значит, оно нагружает печень. Поэтому нужно со своим, может быть, лечащим врачом обсудить, насколько прямо сейчас, вот в эти 10 дней, оно вам необходимо. Ну, вот смотрите, диета с ограничением всего, что вызывает брожение и является источником для питания, потенциально для патогенной микрофлоры, которая может активизироваться. Сохранить клеща, внимательно отнестись к сочетаниям с лекарствами и биологически активными добавками, которые вы сейчас понимаете. И, конечно же, использовать пробиотик, начиная с первого дня поема антибиотиков, до последнего, и потом еще в течение месяца, как минимум. После окончания курса антибиотиков нужно восстановить свой организм. Ссылочка на видео, как я сказал, на экране. И на этом вот сегодня я бы закончил. Еще сниму два видео. Через три недели, когда буду уверен, что с лечением все хорошо, именно после только трех недель, после появления вот этой круговой ритемы, означающей, что у вас баэлиоз, возможен с очень большой вероятностью. Только через три недели, когда она уже исчезла, имеет смысл сдавать первые анализы на иммуноглублинг. До этого, к сожалению, никакие анализы наличия баэлиоза не показывают. Они могут быть ошибочные. Ну и потом, через полгодик, через годик, потому что у большинства людей хроническая форма баэлиоза, которая проявляется либо артритом крупных суставов, который то улучшается, то ухудшается. Многие думают, что это эвматоидный артрит или просто, ну, так вот случилось. А это на самом деле хронический баэлиоз. То есть, у вас несколько лет, несколько месяцев или несколько лет назад укусил клещ, вы на это не обратили внимания и вот перешло в такую форму. Либо нервы баэлиоз, но это грустная история, потому что повреждаются, конечно же, в значительной степени нервные клетки и это такой вялотекущий энцефалит. И могут быть простезии, то есть, какие-то ощущения в периферических нервах, в ногах, в руках и так далее и тому подобное, которые не объясняются никакими другими основаниями. Берегите себя. Я убежден, что если правильно подходить к применению, даже не очень безопасно, с побочными действиями препаратов, антибиотики, конечно, это не мятная конфета. Но когда это реально, необходимо, когда это спасает жизнь, мы их применяем, то можно избежать всевозможных побочных действий и чувствовать себя нормально. Ну, что делать? Так бывает. На самом деле, каждое неприятное событие нас должно чему-то учить. Если ваш доктор не имел времени для того, чтобы объяснить вам эти важные моменты, ну, я надеюсь, заполнил промежуток незнания вот этой информации. Всего хорошего. До встречи на канале Доктор Соколинский.